друзья всем привет я сегодня приехал на рыбалку на рыбалку на какую на жерлице вот да нету но очень хочется нажавлись у нас середина декабря на льда даже намека не было но был там посмотрел видел там такой вот ледочек на одном одной луже стал на этом как бы лед закончился я был на охоте посмотрел тут у одного человека принцип как можно поставить жерлицу в принципе летом можно значит так будет поставить ну когда угодно в открытой воде но расставим сейчас попытаемся но я не знаю это будет мой эксперимент я думаю что до вечера побудем пару часиков посмотрим будет вообще поклевки не будет ставлю на этой стороне и вот на то еще поставлю стороне пару штук ну все пробуем короче у того мужика вот место я взял камыши на обычно у него был и палки из лозы такие вырезанные я так еду и я до тоже думал что буду палки вырезать сразу но я еду и думаю увижу камыши смотрю думаю блин а чё камыши что ли не подойдут короче решил камышей нарезать вот немного пойду еще нарежу но на пробу так сказать сейчас короче попробуем растая еще очень интересно из этого всего получится у меня конечно жерлица таки все этого самого надо все менять и леску тоже будет поменять я вот купил поводки с крючками буду сразу по ходу ставить новые по быструхи на 10 штук короче 10 крючков 10 поводков ну вот заводим леску короче регулируем глубину вот таким макаром вот так где-то воду опущу карасик живец небольшой за спинку цепляю на тройничок все по колхозному с поводком так вот так вот ровно все заводим так вот ровно заводим и ставим надеюсь траву не заведет ну в общем примерно так первую так посмотрим короче поставили не знаю будем экспериментировать может что-то додумается но пока я в себе в голове это так примерно представляю теперь берем жерлицу я думаю что щука с легкостью выдрит его оттуда когда при поклевке ну смотря конечно куда будет клювать посмотрим может надо его не так сильно крепить все вот она будет у нас вот так можно даже примерно глубину натяжкой регулировать ну вот так у нас выглядит так ну все принципе приучился уже пойду еще камушин пару вырежу и на ту сторону раскину мы подождем посмотрим может что-то клюнет если есть щука то я думаю что обязательно клюнет должна очень хочется ну что такая мысль проскользнула что можно на ночь их оставить ну посмотрим короче пока ставил вот непонятно то ли сама загорелась но леска не отмотана ничего не этого самого сейчас проверим неясно неясно сейчас посмотрим живчика я не знаю вроде как бы погрызенный чуть-чуть может мелкая какая ну уже какая-то движуха интересно в общем то скорее всего поклевка была но не получилось у нее застряла это наверно застряла наверно леска все-таки надо чтоб она свободен ка была леска раз если щука потянула ей было легко ее высвободить так но сейчас мы это исправим как-нибудь даже только что мотал что он иди сюда иди сюда словил первую вот так вот есть щука словленную на жерлицу по открытой воде вот такая грамм 600 опа так ну все сработало это радует вторая поклевка уже и первая щука это очень радует все работает чё хочется еще поклевок я думаю что если я следующий раз таким макаром поеду скорее всего поеду еще так пробовать то я буду совсем по-другому уже тут ставить ставить сама палка тоже служит как сигнализатор поклевки когда щука сбрасывает леску она задирается вверх я придумал как ставить так чтоб щука легко доставала берем леску вдвое и только тогда уже продеваем в камыш фиксирую все щука будет тянуть раз и все все гениальное просто ее натянуло так и ослабило будто клевал да что-то клювало только не смогла сорвать посмотрим ну какая-то мелкая щучка короче опять я переделываю все увидел что щука она мелкая там наверно конечно была но все равно сейчас по-другому сделаем с медной проволоки так раз и крючок песка уже у нас свободно пойдет вот так вот будет свободно ходить ну все тут уже стопроцентная сработка на любую поклевку по такой системе сейчас все переделаю так добыл я до самого вечера больше поклевок не было переделал все уже эти камышины на конец медную проволоку попривязывал чтоб леска свободно ходила потому что видел так раз раз загибало и не вырвало и как бы не выстрелила щупаковка не сработал короче все оставлю на ночь все вот сейчас обхожу последний раз и с утра приеду завтра побуду там не знаю может до 12 пару часов приехал я короче проверять свои щупаковки сейчас проверим посмотрим что сработало не сработало и посидим может часок какой или два попытаемся словить все-таки щуку короче все вперед уже интересно вот здесь сработанная первая поклевка сработанная и утащенная чуть-чуть утащенную сторону до конца леской кстати нормально вымотал вообще нормально вымотал лески проживец остался тут чуть-чуть его так на следующий тоже вроде как поклевка отлично это радует достать надо перезабросить вымотала она конечно вообще дофига я скажу эту я вчера переставил в камышек сюда вот обычный крючок делаю из проволоки медной и нормально вот сбросила сбросила это значит good так все поставили обратно так тут о даже проволоку сбила непонятно почему не загорелась о что то есть что то есть вот щучку поймал щучку поймал а водишь да не загорелась потому что трава мешает вот загорелась щучка слоем небольшое на соседнюю вот сюда такая мелочь последняя на этой стороне сейчас посмотрим ну так сегодня без солнца явно похолоднее ох тоже поклевка была какая-то в сторону отведено это поклевка была леска есть еще нормально лески кстати вымотала но тоже живец на месте лески нормально так три поклевки нормально три поклевки все с той стороны здесь течение намного сильнее получается валит и забивает травой живцов сейчас я перекину их туда по-быстрому на ту сторону и попробуем там порыбачить еще два часика буквально ну по крайней мере три поклевки еще одна щучка ну блин прикольно просто хочется на жерлице половить ну вот на самую крайнюю есть поклевка вымотала всю леску раз посмотрим что там есть она там еще или нет уже все вдоль берега куда-то идет леску вымотала нашел палку тут кто-то тоже видно ставил тут просто просто такая вот справ с проволоки сделано рыгать не очень удобно мне кажется это надо еще одну палку брать чтобы заводить так ну всего одна поклевка я решил собираться думаю это из-за погоды поменялась погода либо из-за течения ну скорее всего из-за течения ну и течение мешает как бы набивает ну вот видно да такое пошло там либо насос мы включили но смысл сейчас насос на включать поля вроде сухие либо просто шлюз открыли ну не знаю короче и водоканальщики а там нефтепровод делают рыбалкой остался доволен доволен потому что по крайней мере были поклевки значит так можно ловить камышины сейчас пойду их спрячу может еще пригодятся чтобы потом не заново не резать поставлю там где-нибудь в корж в принципе нормально мне понравилось единственное что можно на щупаковку еще добавить ну повыше ее сделать примотать палочку какую-нибудь изоленты сантиметров 50 чтобы она наверху стояла и и было видно когда она загорается допустим вот так поставил вдоль канала поставил вдоль канала щупаковки и на и чтоб их было видно раз если загорелась вот тут сидишь смотришь хоп одна загорелась все пошел уже доставать сразу короче надо осваивать этот пассивный метод ловли хотя как не на особо он и не пассивный я находился ходишь то туда и то сюда они стоят там 150 метров я их расставил на длину постоянно ходишь там то 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 вот такая вот рыбалка оценивайте видео подписывайтесь на канал увидимся в угодьях